Несколько десятилетий назад была настоящая мода на футуристичные боевики, а особенно с задумкой какого-нибудь безумного реалити-шоу. Вспомните, например, фильм «Бегущий человек». И, кажется, такая идея вдохновила некоторых разработчиков на создание собственных игр, заимствованные идеей. А что, это вполне неплохой вариант, особенно Mega Race. Это не какой-нибудь типичный экшн-платформер, а гоночная игра, в которой буйство бьет ключом по голове геймера и не отпускает до самого конца. Такое было только в Rock'n'Roll Racing. Кто-то из вас, возможно, уже играл в нее на ПК или 3DO. Сегодня мы вспомним, за что на самом деле любили эту прекрасную игру. Поставьте лайк этому видео и приступим к обзору. Кто не любит веселые гонки, в которых можно не только прокатиться с ветерком, но и посоревноваться с другими, испытывая на прочность свой болид, тем временем подкидывая ловушки своим оппонентам? Ведь главная цель в Mega Race это на протяжении всего заезда успеть избавиться от большого числа соперников, которые тоже с характером и не терпят вашего долгого присутствия на трассах. В этом и кроется главная изюминка – бесконечный экшн. В Mega Race необходимо заботиться сколько не о самой езде, а о том, чтобы не оказаться сбитым вражеским снарядом или еще чем-то более серьезным. С непривычки автомобиль зачастую носит то туда, то сюда, но к этому можно привыкнуть. Главное, что в геймплее бережно сохранили аркадный стиль. Все, что нас должно волновать – это скорость и сосредоточенность на противниках. Благо арсенал вооружения внушительный. И по ходу дела на самих трассах будем собирать разного рода бонусы, которые пригодятся нам для победы в войне на дорогах. Так что весь необходимый набор для развлечения тут гарантирован. В этом можно не сомневаться. Но есть нюанс. Не всегда имеет смысл оторваться вперед и рассчитывать на то, что ты в шоколаде. Соперники могут просто расстрелять из лазера сзади и все, для нас гонка завершится неудачно. Потому лучше контролировать свою скорость и приближаться к соперникам на такое расстояние, чтобы было удобно с ними воевать. А иной раз и вообще толкаться придется. Например, в Rock'n'Roll Racing мне всегда нравилось, что вокруг тебя куча врагов и все вы сумбурно оказываетесь на одном треке, где каждый сам за себя. У участника соревнования своя тачка, набор атак и стремление прийти первым. И Mega Race умело использует все эти фишки. Поэтому ребятам из Cryo это удалось сделать гораздо лучше, чем у авторов Red Asphalt почему-то. Игра предлагает 8 автомобилей и 14 разнообразных трасс со стильным дизайном футуристичного будущего. Вообще, графику здесь можно только похвалить. Неплохая детализация. В окружении виднеется высотные здания, мосты. Все стилизовано умело и хорошо вписывается в концепцию игры. Проработка автомобиля тоже на хорошем уровне. Сначала хотел упрекнуть за мрачную картинку, но все же атмосфера сразу задает свой тон. Излишняя вычурность и яркие краски тут ни к чему. Завершает композицию общего стиля вставки с живыми видео. Кристиан Эриксон в роли Лэнси Бойла любит отпустить острые фразочки в наш адрес. Да и вообще он весьма харизматичный мужик. Я бы рекомендовал играть в Мега Рейс именно на 3DO. Получилась она на голову выше, чем в Sega CD версии. Видеоролики гораздо лучшего качества и сама картинка радует глаз. Производительность тоже не огорчила, потому по всем параметрам Sega версия уступает 3DOшному собрату. Что же до версии ДПК, то я сам не играл. Но она должна быть как минимум не хуже 3DOшной. Я просто не любитель заморачиваться с настройка софта, зная, что это подчас бывает совсем непросто. Тем более я приставочник, так что мне это простительно. Мега Рейс можно назвать неплохим спортивным развлечением. Это экшен-гонка, за которой приятно и интересно провести вечерок. Ей особо нечем зацепить игрока, чтобы она стала для него прям лучшей за всю жизнь. Но она обладает своим стилем, который придется по вкусу любителям гоночных аркад. С неплохой графикой и насыщенным геймплеем она оставляет только приятные впечатления. Тем более она достаточно проста в усвоении, а фанаты Rock'n'Roll Racing смогут открыть ее для себя совершенно иначе, если раньше никогда не видели ее, либо имели лишь беглое знакомство с ней. 3D все-таки хорошая консоль, на ней есть во что поиграть с большим удовольствием. Эта игра также меня порадовала, надеюсь мой обзор был вам полезен. Поддержите это видео лайком и обязательно оставляйте комментарии, обзоры на какие игры вам было бы интересно видеть в будущем. Буду ждать ваши отзывы, спасибо за ваше время друзья, увидимся уже скоро, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok